друзья всем привет сделал отъем поросят наших петра которые были с этой свиноматкой они высмокнули полностью сюда запустил этих довольны и рады и счастливы вот тут они будут спать и порядок навел и насыпал пред старта им добавил пред старт едят воду тоже пьют пред старт наш водолага кушает хорошо но с этими проблем не было не давно уже и со свиноматки на груша и со свиноматка ели то есть и представьте дядя так не сильно ну едят то паша тут это свежего насыпешь к роется что-то едят покажу какая кормушка чтобы не переворачивать обычная деревянная но обычная деревянная днище широкая получается из металла и она не переворачивали все остальные ну то есть по-любому переворачивает хорошие поросят эти тоже так но это не знаю или дать ей перекур киевской генетики с нее осталось я вообще не знаю меньше чем собачка дать и перекур или подождать то есть загуляющая шизни и покрытию показа гуляет то есть этот момент надо тоже определить или перекуре так но она потом может не загулять или сразу покрыть на пятый шестый день загуляет и пробовать покрыть вот такие из дому тоже остаются остатки даю свиноматка на у меня эти хорошо едят булочки но они сейчас конечно не сильно замечают наш клубно на еще клубничка сейчас покажу вам тех которых перевел качеку на тоже можно теме еще не ставил не не корм вода есть я опустил по елку думаю достанут если захотят сейчас буду ставить подкормку им думаю пускай успокоиться то сильно шуга на я их проколол еще сделать им проколол набросал туда их отходов не какашки набросал чтобы сюда и ходили под стенку повесил их и уже лампу для обогрева и грубо говоря вот вода у них ну до воды они до такой поилка непривычны они привычны до обычной кастрюль и но по моим замечаниям переходит поросята буквально за в первый день сильно нашугались стресс перенесли носили кололи поэтому будут они здесь вот обезьянка первая черная отец еще глибенький сейчас ставить и морм ну вот он и на не буду пускай привыкает сразу к этой Потому что я в предыдущих канторов тоже поставил воду, так они в первый день и с этой пили, и ту воду пили. Поэтому пускай привыкаем. Вес во всех поросят хороший, я не взвешивал, но на глаз хороший. Не стал взвешивать, потому что сам хотел видео снять, повзвешивать их. А потом пока сделал отъем, пока проколол их сам. И я так через ящичек, от сироматки в ящик, от ящика уже сюда носил. И по одному поштучно прокалывал и переносил. Крикливые сильно, ну и шуганные. Там они, грубо говоря, до них доступа не было, они сами по себе, поэтому шугливенькие такие. Сегодня будем одну, одного гусачка или гуску пробовать. Жена говорит, давай одного захаракирим, попробуем. Поставил этим шифер, чтобы не так дуло сюда. Они уже тут делом натворили. Вот, один день содержания. Чистый вольер был, все. Я им тут поставил пенечки, два штуки, чтобы они вставали, доставали до поилки. Ну да, остановятся на пенек и достают поилку. Ну есть, что так достает, а вот, допустим, как кнопа-то не достанет. Ну, пускай там пару дней буквально, я потом уберу эти пеньки. Все хорошие такие, круглые. Ну, кнопа, конечно, это что-то с чем-то. Ну, выжило, выжило. Выжило нормально, то есть, пускай тогда уже живет. Если что, пойдет на мясо последнее. Ну, крайнее, последнее. Да? Эти не такие шугливые, те, конечно, сильно. Хотя и эти были сильно зашуганы. Сейчас уже более-менее. Это, получается, куклы и поросята, кукляшки. Кукла была покрыта у нас петреном, это не ее поросят. Так получилось, в первый день я их сделал отъем с Богданом, когда мы их сюда перегоняли. Тех я не стал в тот же день делать отъем других поросят, которые были там. И они одну ночь здесь ночевали. И они сбились тут, там, кучку, нормально. Ну, думаю, не буду затягивать. Лучше как лучше. Сразу их открою туда на ночь. Там все-таки тепло. Будут двери закрывать, а эта дырка пускай открыта. Будут биять. До еды они уже привыкли. Я насыпаю, контролирую, что все время была еда. Вот. Вот так сейчас до поелки полезет. А ну, смотрим. Ну, и муки еще есть. Уже вроде бы и холодно, но все равно муки есть. Днем на солнце появляется. О-о-о! Вот это им раздольное. Вот так. Сейчас будем у них тоже убирать. Уберу под стилочку, сделаю с опилок. Нормально будет. Ну, остались теперь сейчас через 4-5 дней. Тех заберу у груши. Вот так я оттуда носил сюда, в ящик. В ящик их посадил. Всех проколол по одному и носил туда по одному. Ну, думаю, не спеша. Куда мне спешить сам? Тут у меня немного гордыбан. Ну, а этих через 5-6 дней тоже сделаем отъем. У них разница в 6 дней с теми качками. Просто качки большие, поросята. Даже вот сегодня качкам получается сколько, 29 дней или 28. Они большие, против этих. Разница у них в 6 дней. 5-6 дней. Дадим грушки еще. Груша у нас вырвала толстку полы деревянные. Вчера надо ремонтировать пол. Там вырвало и там кусок вырвало. Ну, поэтому сараю постоянно какие-то проблемы по вот этому деревянному, старому. Это сарай еще тискюха себе делал. Так не имею пользуясь. Тоже тут хочу сделать ремонт. Залить полы и... Да. Сейчас я тебя хорошо покормлю. И будешь... Что там такое? Э, э, э. Тебе бегают, тебе бегают. Что такое? Этим рыженьким кантером 60 дней у нас. Тоже хорошие поросята получились. Давай почувствуем. Давай, хорошие, хорошие. Давай. Высмотали всю полностью. Хребет торчит. Я такое, извини, еще не видел. Это просто худющее. Хорошая свиноматка отдается полностью поросятам. О, хребет вообще. Ну, ничего. Сейчас ты у нас станешь на хорошее питание. Поднимем. Наберешь вес. Я тут пока вот так временно забил металлом проход. Чтобы они не контактировали с этими. Так, нормально. Борис, и кто-то все контролирует. Борька с нами. Следующий ролик сниму по сараю. Расскажу, что там у меня с сарая. Что да как. Вчера вычистил яму в этих поросят. О, яма свободная, пустая. Поэтому поросят уже нормальные. Пой-ка-пой-ка-пой. Постоянно живет. Он уже пузо здоровье. Все равно живет. И корм постоянно есть. Постоянно кормежка. Этим 90 дней. 20 числа будет. 90 дней от рождения. Если хорошо кормить поросят, нормальным питательным кормом поросята будут хорошие. Это не зависит от воды, кормушки. Если кормушка у вас любая бункерная, и есть хороший корм, то и поросята будут хорошие. Ну и будем следить за этими. Когда им будет... Когда им будет... Вот так. Ой. Катаем, будет 60 дней. Тоже взвесим 60 дней. И сейчас... Буквально день, два, три. И вот это самый важный момент. Именно по... По срачке. Чтобы не было у них ни срачки, ни болячки. Чтобы никто не поносил. Ну я буду им стартовый корм с предстартом по чуть-чуть так подмешивать. По чуть-чуть, по чуть-чуть и буду переводить. И сейчас я им буду насыпать ну так вообще дозировано утром, в обед и вечером по чуть-чуть. Чтобы не сильно переедали. Они сейчас проголодаются к вечеру и начнут сильно много есть. Поэтому, чтобы не переедали по чуть-чуть, вот это дня два-три поконтролирую эту ситуацию. Думаю, пролетим понос. Ну а там посмотрим. Буду держать вас в курсе. Если что, покажу, расскажу. Потому что в основном у меня спрашивают, как насчет поноса. В основном поноса вот у меня не было. У меня больше их не было, чем были. Поэтому у меня поносы что-то с дюрками не всегда. Вот это именно по маленьким дюркам с поносом везет. И понос был у двух поросят или в трех вот с этого выводка. Вот это, по-моему, вот этого кабанчика понос был. Худющий был, взрослал, не могли ничего сделать. А и еще там двух. Ну их забрали после поноса уже. А все остальные нормально. То есть поштучно был понос. То есть прокалывали им железо, когда был понос и в воду добавлял порошок. Вот поноса. Ну, сказать, что сильно страшно, ну, дрыстали. Вот тут два-три или с этого выводка дрыстали. Хотя ну те, которые дрыщут, отстают, но я бы по-белому не сказал, что он отстал от этих. Догнал он их. А был самый маленький вот этот кабасик. Это у нас три кабасика и одна свинюшка. И вот так каждый день. Там клетку поделать, там что-то вырвали, там корма надо в бункер намешать, там еще что-то. И получается целый день ну так по мелочи, не то, что там прям бегаешь как этот. А по мелочи там убрать надо, там то, там то. Там то у Машкира забрал за городу вон ее перегородка Машкина. И вот так понемногу, понемногу и все равно приходится делать. Что там? Да? Контурки! Кнопа! Кнопуля! Что ты, кнопка? На пуске! Вот, кормежка у них есть. На! Не, бункерная, обычная деревянная кормушка. Если в кормушке постоянно есть, оно захотело, подошло, поело, побежало. Конечно, бункерная кормушка проще. Насыпался раз, два, три дня в неделю без разницы. В зависимости от того, какая кормушка. Ну, бункерной нету и сюда я делать ее не хочу. То есть, подсыпать буду, да и все. Времени у меня хватает, тут по месту постоянно оковачиваюсь, поэтому будем подсыпать. И им теперь повеселее будет. и вот эти постоянно которые сидят на суточном форме. Вот вот эти, эти, этот, вот это, это кричат постоянно. Кричат постоянно. Воду набираешь у ведра, слышат, что ввел воду набираешь, начинают кричать. Вышат, проходишь мимо, начинают кричать. Да? А в этих вот, которые надо кормить, у них есть. Они не голодные. Этим тоже подсыпаю постоянно, чтобы было. Смотрю, закончилось, нету. Или даже еще чуть-чуть есть, тоже подсыпаю. Этим мне сейчас рано давать. Они на норме, поэтому как бы бывает, то так убираю, захожу к нему, убираю, то я им насыплю там по ковшику, чтобы враты позакрывали и на этом все. Ну, в основном, как бы мне их жалко не было, и утром им по два ковшика, и вечером по два. Там мне пишут, она кормит. Дело в том, что если я их буду кормить вдоволь, вот, она на норме, смотрите, она больше 300 килограмм. Ей, кстати, скоро порос. И если я буду вдоволь кормить кряка, он ни одну свиню не покроет. ни одну, потому что он сильно длинный и большой. То есть я даже не представляю, как к ним крыть сейчас свиномадку, в которой забрали поросат. Она против него, как одна треть. Поэтому кричат, не кричат, у меня строго. Утром по-другому быть не может. Кричат, не кричат, закрыл дверь, если раздражает, и все. Ну и сегодня, наверное, у того серого гуся попробуем. Им я насыпаю так пшеницы, воду ставлю, но они там засираем за новым. И они там. Когда гуляют, то тут я насыплю на металл, где забой идет. Вот это вот сейчас как кричат, вот так они кричат. С девяти утра, если я тут охожу, или воду набираю в колодце, они слышат. И вот это постоянно кричат. Те, которые на норме. Это они и там Машка. Это постоянно самые крикливые. Ну вот куда ее покрывать таким хряком, я даже не знаю. А искусственно, если честно, вообще мне не охота покрывать свиноматок искусственно. Хряк есть хряк, все равно хряком намного проще и лучше. Тем более хряк Петра А искусственно у нас столько, если не ошибаюсь, столько в основном дюрок можно купить. Так, друзья, всем пока. Дальше буду заниматься потихоньку работой. Здесь надо сейчас порядок навести и буду потихоньку управляться. Все тогда, всем пока, счастливо!